Атлерская птицефабрика своей отменной продукцией славится с 1935 года. Сегодня же местная курица стала еще вкуснее и полезнее. А все потому, что растет фермерская птица в два раза дольше промышленной. Ну и, как положено, домашней гуляет на свежем воздухе. Отличает их от бройлерного цыпленка и рацион питания. Фермерских кормят не только зерном, но и овощами и разнотравьем. Порода домашней фермерской курицы также отличается от промышленного цыпленка бройлера. Даже цвет оперенья от не бело, светло-белый, а имеет окраску красно-коричневую, серебристо-серую. Но вместе с нововведениями Атлерская птицефабрика возвращается к традициям и возобновляет выращивание каплунов. Специально откормленных на мясо петухов употребляли в европейской кухне еще до начала 20 века. В России каплун также был популярен. Но после Октябрьской революции каплун, как и рябчик, как и все остальные деликатесы, ушел в прошлое. Но сегодня он опять возвращается к нам и будет присутствовать в России, в Сочи, на Атлерской птицефабрики. Не только выращивание, но и убои. Обработка фермерского каплуна существенно отличается от производства бройлерного. Весь процесс приближен к домашнему. Обработка происходит у нас вручную, ощипка, потрошение, а также зачистка тушек. Мясо более нежное и сочное. Я думаю, что любая хозяйка по достоинству оценит данный продукт. Каплун – это вообще считается деликатесом. Благодаря нашим птицеводам мы возрождаем эти традиции. Мы очень щепетильно подходим к качеству. Мы хотим, чтобы на столах наших потребителей был по-настоящему качественный, вкусный, экологически чистый продукт. Новинки адресской птицефабрики можно приобрести в фирменных магазинах, а также на выставке продукты питания в гранд-отеле «Жемчужина» – стенд номер 19. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Спасибо.